Муниципальные и региональные спортивные мероприятия Возможность проведения областных соревнований Это не касается межрегиональных соревнований Я сейчас говорю про первенство и чемпионат Уральского федерального округа Проводимые за пределами Тюменской области и в Тюменской области И в том числе всероссийские международные соревнования В Тюмени у нас продолжает работать система дополнительного образования Спортивная школа, проведение занятий по месту жительства На плоскостных спортивных сооружениях с населением города Тюмени Речь идет только о проведении областных соревнований Подчеркнем, что тюменские команды мастеров продолжат выступления в своих турнирах Есть еще один важный момент Касается он болельщиков С 15 ноября посещать спортивные мероприятия можно будет только при наличии QR-кода Футбольный клуб Тюмень в рамках 15 тура ФНЛ-2 проводил гостевой матч против Тольяттинской Лады Черно-белые, вышедшие на поединок без номинальных форвардов, большую часть первого тайма Саждали ворота соперника, но без особой остроты Только на 43-й минуте Павел Шадрин взял на себя роль наконечника После шикарного навеса Александра Бема и головой вонзил нечствор самой пропускающей команды дивизиона Тут же он оформил дубль, но судьи зафиксировали положение вне игры После перерыва Игорь Менчика выпустил на поле Вячеслава Бардыбахина Вскоре крайний защитник, получив от шады на пас штрафную хозяев На ложном замахе убрал соперников и с левой ноги переправил мяч в ворота 2-0, ФК Тюмень, играя без форвардов, добыл на выезде 3 очка Рубин в чемпионате высшей хоккейной лиги в Куругане сыграл против Зауралья Наставником хозяев сейчас является 3 года руливший тюменцами Михаил Звягин Денис Чемнев, который в прошлом сезоне был в Рубине капитана Впервые вел очную тренерскую дуэль со своим бывшим наставником Счет ближе к экватору матча в большинстве открыли хозяева На пятачке удачно сыграл Илья Коренев Отметим, что гол был засчитан после видеопросмотра Тюменцы в долгу не остались, на 35-й минуте Юрий Платонов выдал пас шедевр на Дениса Давыдова Который с пятачка перевел шайбу в ворота В третьем периоде с 55-й по 60-ю минуты у тюменцев были удалены 3 игрока Но гости выстояли, в итоге соперников рассудила серия буллитов Голкипер Рубина Егор Назаров демерализовал хозяев уверенной игрой Никому не позволив себя обмануть А у тюменцев первую же попытку хладнокровно конвертировал гол Михаил Железнов Победа сибиряков 2-1 Минифутбольный клуб Тюмень продолжает лидировать в чемпионате российской пари-матч Суперлиги Правда домашние матчи с новой генерацией Сыктывкара оставили ряд вопросов В стартовом поединке первые 40 минут Тюмень игру спокойно контролировала и спокойно громила гостей 6-1 Забили Иван Милованов, Андрей Соколов, Бруно Тафи, Сергей Абрамович, Йоанн Лазаревич А один гол приезжая дружина отправила в свои ворота Далее тренерский штаб Тюмени держа в уме скорую поездку в Италию на Лигу чемпионов дал лидерам отдохнуть Шанс проявить себя получили те, кто пока выходит на паркет не так часто Однако концовка тюменцам не удалась совсем Победе хозяев со счетом 6-4 это не помешало, но тренерскому штабу дало пищу для размышлений Мы маленькое разное сочетание попробовали, посмотрели и дали каким-то моментом У нас многие разговаривают, а вот выходят и ничего сделать не могут, пожалуйста Второй поединок весь был продолжением концовки первого Цель на игры у тюменцев не просматривалась, они упустили гигантское количество моментов Но и сопернику позволили создать немало Дважды в счете вели обе команды В итоге Тюмени в конце пришлось спасаться в формате 5 на 4 Точный удар Азиза Муждакова помог уйти от поражения 4-4 И новая генерация набрала первый балл в чемпионате Если бы еще и ноги подсели, конечно, было бы тяжело А так-то на ногах-то все успевали Просто тяжело было именно концовка, когда было что охранять, за что цепляться И уже маячило где-то даже 3 очка И, конечно, психологически вот здесь немножко, может быть, подсели И в какие-то моменты можно было сыграть в отборе поагрессивнее В Тюмени приближается к развязке чемпионат России по бодибилдингу Соревнование обладателей эффектных фигур и гигантских мышц Проходит на сцене Дворца культуры «Нефтяник» Программа турнира очень насыщенная Призеры определяются в более чем 70 видах программы И 14 абсолютных первенствах В воскресенье выступает Юрий Романов Это наш тяж, бодибилдер, который будет соревноваться в категории 100 С самыми серьезными российскими спортсменами И я точно так же надеюсь, что у нас здесь будет не просто медаль Но, возможно, и медаль высшего достоинства Подробно о российском чемпионате сильных людей Мы расскажем ровно через неделю в программе «Тюменская арена»